Добрый день, уважаемые друзья! Хотел бы выразить огромное благодарственное образовательному секунду, который в новом формате сделал такое очень важное и очень полезное дело для образовательного пространства нашей страны. Мы сегодня собрались с вами поговорить о очень важных, интересных вопросах, которые связаны с образованием, именно с онлайн. И у нас вопросы, которые мы обозначили, касаются управляющих советов нашего города. Мы хотели показать вам пример того, что делает Москва, что делает общественность в связке с департаментом образования нашего города. Сегодня у нас очень интересная повестка дня. Это онлайн выборы в управляющий совет. Вы представляете? Онлайн. Так что мы в тренде сегодняшней повестки. Онлайн заседание коллегии органов управляющих школ. Это практические решения, как это все делается. И, естественно, дистанционное управление управляющих советов. Сегодня мы об этом поговорим. И те тренды, которые в новом формате, мы готовы их транслировать на всю нашу страну. Я хотел бы представить наших спикеров, которые сегодня сделают такую эксплуатацию оценку тех событий, которые происходят в нашем городе. Андрей Алферов. Это специалист, который занимается юридическим сопровождением и онлайн программами обучения управляющих советов. Панявин Артемий. Это председатель управляющего совета школы 814, который расскажет, как происходят события в онлайн-пространстве его школы. Мясникова Людмила Александровна, председатель родительской общественности нашего города. Директор школы 1409 Ирина Викторовна Ильичева. И представитель департамента образования нашего города Новокрещенов Илья Владимирович. Я представляю первое слово. Андрей, пожалуйста, тебе слово. Добрый день, уважаемые участники Московского международного салона образования. Для меня сегодня большая честь открывать данное мероприятие. Выражаю огромную благодарность организаторам и в первую очередь Олегу Беляеву. Мне, к сожалению, не удалось подкрепить презентацию для сегодняшнего выступления, поэтому, коллеги, я буду краток, но моя презентация в любом случае будет выложена на сайте партнерства, то есть доверие партнерства права, баннер, который вы можете видеть за мной. Коллеги, на сегодняшний день Управляющий Совет – это одна из самых известных, востребованных, зарекомендовавших себя моделей государственно-общественного характера управления организацией. Много историй. Буквально шесть лет назад для стандартизации деятельности Управляющего Совета в Москве была создана некоммерческая организация «Доверие партнерства права». Инициативу по созданию данной организации поддержал мэр Москвы Сергей Сомянин. Об этом еще 25 августа на общегородском педагогическом совете заявил об этом председатель наблюдательного совета Антон Ильич Морев. Задача партнерства, которая уже шесть лет работает, это как раз была разработка создания и внедрения нормативно-правовой базы деятельности Управляющего Совета, обучения членов Управляющего Совета, участия в подготовке к аккредитации Управляющего Совета, участия в разборе конфликтных ситуаций. Коллеги, на сегодняшний день процедура аккредитации Управляющих Советов у нас проходит в дистанционном режиме. Таблица аккредитованных Управляющих Советов представлена на сайте партнерства np.doveria.ru. По согласованию с Департаментом образования науки города Москвы, непосредственно с Антоном Ильичом Молевым, было принято решение о ликвидации коммерческого сайта Общественного Совета, и новый сайт появится в мае этого года после формирования третьего созыва Общественного Совета. Ну, уже, естественно, на платформе Департамента образования, где вы сможете также подчеркнуть любую иную информацию. Коллеги, полномочия Управляющего Совета закреплены в уставах нашей школы. Расширены немного в положениях об Управляющем Совета, основанных на базовых принципах, стандартах деятельности Управляющего Совета, которые были еще пять лет назад, в феврале 2015 года, приняты и одобрены Общественным Советом при Департаменте образования науки города Москвы. Коллеги, на сегодняшний день в условиях карантина, в условиях самоизоляции, мы принимали участие как общественные наблюдатели в ряде московских школ, именно как в онлайн-выборах. Это школа 15-17, школа 13-67, школа имени Маясковского, школа 20-72. Они успешно прошли онлайн-выборы от всех категорий, входящих в состав Управляющего Совета. У нас была возможность через те технологии подключаться и не только наблюдать, как проходят выборы статистические, но и слышать кандидатов, задавать им вопросы и подводить какой-либо вывод или комментировать. Принимать участие в онлайн-заседаниях Управляющих Советов, в том числе школа «Спектр», где необходимо было рассказать о вопросах аккредитации и других вопросов. Школа 19-85, где также посвящались вопросы о создании комиссии. Поэтому сказать, что в условиях карантина или уход нашей сферы образования в онлайн что-то изменилось, мне кажется, изменилось одно. Мы стали более эффективнее, сплоченнее работать в этой сфере. То, на что не удавалось потратить больше времени в связи с тем, что Москва – это город расстояний, и передвигаться от одного заседания на другое было больше потрачено времени, то сейчас именно в онлайн-режиме мы можем постоянно давать качественную, стопроцентную обратную связь Управляющим Советам по тем вопросам, которые нам поступают. Хотелось бы вам сказать, что, конечно, мы тоже не сидим на месте, и мы работаем над изданием новых книг, посвященных Управляющим Советам. И именно последняя книга, которая у нас вышла, «Выборы в коллегиальные органы управления», мы отразили опыт перечисленных мною ранее школ, именно о работе Управляющих Советов. Отразили это, и информация ушла в журнал Управляющий Совет, и на сайте партнерства, и на странице в Фейсбуке, где другие образовательные организации имеют возможность ознакомиться с описанием, каким образом в онлайн-режиме можно проводить выборы, а не оставлять это дело на потом, при смене руководителей в довыборах, либо перевыборах. Коллеги, мне хотелось бы отметить о том, что именно, наверное, сегодняшний 2020 год, объявленный мы правительством России о том, что именно акцент делает на цифровизацию. На мой взгляд, было такое, ну не то, что принято решение, а я вам предлагаю это решение обсудить. О разработке цифровой федерации Управляющих Советов Школ России. Мы не будем ограничиваться только Москвой, потому что взаимообучение Школ России проводится очень успешно, мы видим это в социальных сетях, на селекторах, то почему бы взаимообучение Управляющих Советов Школ России не объединить на цифровой площадке Федерации Управляющих Советов. Опыт объединения Советов у нас имеется, а тиражировать опыт теперь уже через онлайн-сферу, платформу, мне кажется, сейчас более чем возможно. Те наши спикеры, коллеги, они очень часто выезжают, работают в регионах. Я думаю, что с их помощью мы сможем эту цифровую федерацию создать и представить ее к новому учебному году. Конечно же, вопрос дистанционного режима обучения затрагивает не только всех участников образовательных правоотношений, но и членов Управляющего Совета. Поступают вопросы о желании повышения качества и компетенции в деятельности Управляющего Совета. То есть назрел гражданский запрос на необходимость проведения обучения. Да, мы его проводили весь учебный год до начала карантина, выезжали и лично участвовали, проводили семинары. И гостеприимные Управляющие Советы говорят о том, что заинтересованность родительской общественности, в первую очередь и членов Управляющих Советов других категорий, вызывает на сегодняшний день огромный интерес к тому, что они хотят продолжать и обучение. И мы сейчас работаем над онлайн-курсами, онлайн-тестированием. И давайте, коллеги, подумаем, может быть, внедрить такую систему, как некая общественная аттестация членов Управляющего Совета, председателей Совета, которые могли бы повысить свою компетенцию и тиражировать. Ну, коллеги, как вот член аттестационной комиссии при Департаменте образования уже третий год, все-таки вопросы, касающиеся Управляющего Совета, как часто стали задаваться нашими уважаемыми коллегами, членами комиссии, связанные как и представителям учредителя, так и всем тем, кто выходит на возможность аттестацию именно о работе Управляющего Совета. И очень много вопросов касается как раз, как и нормативно-правовой базы, местами недочетов, так и, так сказать, именно обучения членов Совета. Коллеги на сегодняшний день, безусловно, хотят быть компетентны в этой ситуации. Поэтому, немного подводя итог и завершая свое короткое выступление, к сожалению, без презентации, коллеги, но я хочу вам еще раз сказать, что она будет опубликована на сайте доверия партнерства права. Это цифровая федерация управляющих советов, которая позволит объединить и скандировать наши возможности для выхода на новый уровень развития государственно-общественного управления в условиях цифровизации. Это онлайн-обучение членов Совета, принятие участия в онлайн-заседаниях. И вообще переход на этот формат, потому что есть возможность подключаться всем и эффективно принимать участие в решении школьных проблем. И я лично не раз принимал участие, действительно очень эффективно. Ну и, конечно же, коллеги, онлайн-выборы и тиражирование опыта. Ну и, коллеги, в завершении хотелось бы отметить, что все-таки этот год юбилейный. И юбилейный для нашего журнала «Управляющий свет». Ему в этом году 5 лет, он ежемесячный. И десятки, это уже и сотни образовательных организаций. В лице управляющих советов, членов советов, председателей, там были опубликованы их интересный опыт. Теперь мы уже опубликовываем там и онлайн-опыт. И, конечно же, на родительском селекторе мы всегда тиражируем и будем тиражировать опыты управляющих советов. Ну и завершу цитаты Сергея Семеновича Собянина, который 25 августа 2014 года сказал об управляющих советах. Управляющие советы – это важнейшее звено управления образованием. Школьники и родители являются главными заказчиками. Они и оценивают нашу работу. Поэтому мы должны в значительной степени ориентироваться на их запросы и оценку. Управляющие советы – это элемент системы управления школой, а не просто оценка, подчеркнул Сергей Собянин. Спасибо большое за внимание, джентльмены. Все понятно, да. Андрей дал нам тему, которую мы сегодня будем обсуждать. Сегодняшние наши вопросы. Я хотел бы дать слово Артемию Паняйну, председателю управляющего совета школы 814. Артемия, пожалуйста, в управляющем совете вашей школы. Артемия, джентльмены. Добрый день. Спасибо огромное организаторам этой важной площадки. И, как, Олег Алексеевич, как вы предлагаете, хотелось бы остановиться на нескольких важных вопросах. Первое – это, конечно, та реальность, в которую нас погрузила цифровизация. Те выводы, которые хотелось бы сделать, это, наверное, два основных, что здесь необходимо придерживаться принципа уместности и чувства меры. Мы вовсе не за то, чтобы абсолютно уходить из оффлайн-жизни в онлайн, а мы за то, чтобы сочетать те процессы, которые и были и ранее, и с теми инструментами, которые уже отлажены. В частности, вы прекрасно знаете, что в уставах всех наших школ записано, что заседания управляющего совета могут проходиться в заочном режиме. Вы знаете, я, может быть, выскажу непопулярную точку зрения, но вот этот заочный режим, он довольно эффективен и в наше онлайн-время. Мы провели уже один, и маски мы собираемся проводить ровно так же. Это отработанный механизм, у нас под это есть определенная платформа. Я все-таки призываю огульно не хаять все, что было раньше. Это во-первых. Во-вторых, что касается цифровизации, Олег Алексеевич, то, что вы предложили поделиться опытом нашей школы, мы действительно на протяжении пары лет уже вместе с администрацией, с родителями, со школьниками проводили большую работу по подготовке к переходу на цифровую реальность. В частности, у нас действует довольно серьезно отлаженный регламент цифрового присутствия. Я буквально пару дней назад в рамках другой площадки салона его представлял. Хочу сказать, что он, знаете, помимо технологического, он стал каким-то нормальным инструментом, объясняющим всем участникам образовательного процесса, что ограничения в онлайн-среде, они могут быть довольно эффективны. Если необходимо, могу потом подробно об этом рассказать, но это доступно на наших сайтах. Второй наш важный и интересный момент, что нам удалось привести празднование юбилея 75-летия победы в онлайн-режим довольно органично. Те проекты, которые были полностью посвящены победе и проводились в оффлайне, нам удалось подстроить под тот формат, и дети уже вовсю празднуют. Более того, это уже стало праздником для всего нашего района. Как вы знаете, мы находимся в Матвеевке, и 17 корпусов. По сути, мы единственное учебное заведение. Поэтому опыт цифровизации здесь, конечно, приемлем. Теперь хотелось бы перейти, как вы предлагаете, Олег Алексеевич, с обсуждением того, что проходило за последнее время в жизни управляющих советов. И, конечно, здесь я хотел бы прежде всего поблагодарить Людмилу Александровну, Олег Алексеевичу вас за то, что вы и поддержали в свое время, и продвинули идею гостеприимного управляющего совета, которая, по сути, при поддержке и департамента, и общественного совета развелась. Мы были первой школой, в которой он проводился. Потом пару раз проходило это в МЦКО, и востребованность большая. Мы понимаем, что если форматы встреч можно продолжить в онлайн, в офлайн, это обсуждаемо, но такое общение, оно приносит управляющим советам очень много. И плавно переходя на те идеи, которые внес только что Андрей Николаевич, ну, я прежде всего хотел бы и порадоваться, и поблагодарить его, что то, что обсуждалось достаточно давно, но, наверное, уже выносится в современное, вынужденное цифровое время на какой-то новый виток обсуждения. Вы прекрасно помните идею Лиги управляющих советов. Да, она была в доонлайновое время. Если она сейчас будет реализована и поддержана департаментом на некой платформе, я думаю, что это было бы очень серьезное наше достижение, и, по сути, один из серьезных результатов выхода из этого онлайн-мира, вынужденного в нашей самоизоляции. Поэтому призываю всех по максимуму поддержать создание некого объединения, которое анонсировал Андрей Николаевич. Вероятно, сначала в онлайн-формате, потом мы с выходом в офлайн. Второе, конечно, если можно будет стартовать уже сейчас онлайн, а потом офлайн обучение управляющих советов, это было бы очень полезно. Многие члены управляющих советов хотят развиваться, но, наверное, просто не обладают всеми методическими наработками и с удовольствием эти знания подтянули. Поэтому, Андрей Николаевич, если это можно как-то запустить, мы готовы полностью поддерживать и подключаться. Ну и дальнейшее, все, что вы говорите про аттестации, про все двумя руками за, если можно просить будет еще на это поддержку и департамента, и нового состава общественного совета, наверное, это был бы очень серьезный проект, который мог бы запускаться с нового учебного года. Олег Алексеевич, постарался уложиться в регламент. Спасибо. Артемий, спасибо огромное. Те вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждаем и уже дали на обсуждение нашей общественности, они очень важны, потому что сфера образовательного, особенно в наше время онлайн, очень полезна, и образовательные процессы для онлайн-обучения наших управляющих советов необходимы просто. И вот эта лига или федерация, как мы ее назовем, это уже как бы мы, общественность как бы решит, в каком направлении нам двигаться. Мы готовы это обсуждать и двигать это дальше. Уважаемые коллеги, я хотел бы, может быть, кто-то выскажется по Артемию, по выступлению Артемия. Есть у кого-то? Ну, Артемий все четко, правильно рассказал. Тот опыт, который проходит в 814, мы, естественно, транслируем на весь город и гостеприимный управляющий совет, которым мы запустили проект, очень важный и востребован. Всем спасибо за эту инициативу, она уже в действии. Мы предлагаем как раз регионам тоже посмотреть этот опыт и его в дальнейшем реализовывать. Я хотел бы предоставить слово председателю родительской общественной... А, не ты. Я понял. Вы нас слышите? Если вы меня слышите... Да, мы вас слышим, Людмила Александровна. Нам бы хотелось бы вашу точку зрения услышать, родительской общественной... Я вас слышу, но очень плохо. Спасибо, да. Спасибо. Слушаем вас. Я тогда, с вашего позволения, скажу несколько слов, хорошо? Да, окей. Да. Это моя будет? Мы вас слышим и видим даже. Я поняла. Презентация-то моя будет? А. Да, спасибо. Я... Следующий слайд. Я просто хочу сказать, что, конечно же, да, мы все перестроились. Школы перестроились, родители перестроились, учителя перестроились. Я вам хочу сказать, что управляющие советы тоже перестроились. Конечно же. Мы сейчас слышали, Андрей Николаевич, мы слышали о том, что сейчас у нас есть возможность у управляющих советов ровно так же собираться, обсуждать, но только в режиме онлайн. И это круто. Круто, что управляющие советы в каких-то моментах не остаются в стороне, продолжают работать. И я была, конечно же, удивлена, когда позвонила Андрею Николаевичу и спросила, как быть в школе, которая сейчас должна проводить выборы. Он мне совершенно спокойно говорит, у нас есть все для этого провести сейчас на данный момент по всем правилам выборы, что все хорошо, все здорово. Поэтому здорово, что здесь у нас все как бы идет так, как надо. Но в преддверии окончания учебного года управляющие советы ставят задачи сделать все необходимое для организации и планирования работы в следующем году. И какие-то дела, которые еще не доделали в этом году. У нас впереди лето, ремонты. И здесь, конечно, управляющие советы у нас, мы все знаем, всегда на переднем плане. Хочется обратить внимание также, следующий слайд, управляющиеся на взаимодействие управляющих советов и родителей школы. Вот мне кажется, вот здесь мы с вами немножко все вместе не доработали. Я теперь знаю, что на следующем управляющем совете, гостеприимном управляющем совете, о чем мы будем говорить. Я сейчас очень много получаю к селекторам вопросов. И вы знаете, на все эти вопросы, в основном, ответ практически всегда одинаковый. Это решает школа. Почему они тогда не задают вопрос в школе на данный момент? Да не в школе, а нужно задавать управляющему совету. Это вот тот орган, который себя сейчас... Конечно, у нас есть замечательные управляющие советы, которые совершенно замечательно работают. И смотрите на меня, товарищ Понявин, я вас вижу. Работают и отвечают на вопросы. Но не все. Вот в чем все дело. А у нас каждый управляющий совет, если учесть, что у нас там еще есть представитель учредителя, который может ответить на любой вопрос родителя правильно, чтобы родители сами себе не додумывали ответы и не писали в Фейсбуке, и не получали, ну, не ответы, я бы сказала, всякую ерунду. Вы заметьте, какие сейчас у нас у родителей вопросы. Они же иногда касаются не только московского, но и федерального образования. Ведь мы в последний раз получили большое количество вопросов. Будет ли перевод на дистанционное обучение? То есть задают родители. Примут ли законодательно эту форму? Изменят ли правила сдачи ЕГЭ? Пойдем ли мы 1 сентября в школу? И как пойдем? И как будем учиться? То есть это те вопросы, которые... Я считаю, что школа... Ой, вы там слайды переключайте уже. Вот. Те вопросы, которые школа может ответить сама. И родители своей школе, конечно же, больше доверяют. Своему управляющему совету, который выбирали они, конечно же, доверяют больше. То есть именно поэтому мне кажется, что управляющий совет вот в таком режиме, он должен быть еще более активен. Он должен быть более открыт. И мне кажется, что тогда, ну я не знаю, его позиция будет еще крепче в школе. Ну, собственно говоря, это все, что я хотела сказать. Да, спасибо большое, Людмила Александровна. Те вопросы, которые вы озвучили, они очень важны, и они реально реализуются в каждой нашей школе. Это очень важно компилировать и общественность, и представителя... Вернее, родителей, и представителя департамента образования, и самой школы, где информация полностью отражает все наши возможности нашей школы. И это совмещается, это очень важно. Уважаемые коллеги, кто хотел прокомментировать выступление Людмилы Александровны, пожалуйста. Спасибо огромное, Людмила Александровна, за ваш очень конкретный разговор. Спасибо огромное. Я хотел бы предоставить слово директору школы, где вот собрано все то, что мы сейчас обсуждаем, и первые наши спикеры говорили. Предоставить слово Ирине Викторовне Ильичевой, директору школы 14.09, которая расскажет все-таки, как от лица администрации школы, как вы видите вообще взаимодействие управляющего совета конкретно с вашей школой. Спасибо огромное, Ирина Викторовна. Слушаем вас. Добрый день, дорогие друзья. Очень рада вас всех видеть. И, конечно, Олег Алексеевич сам является активным членом управляющего совета. Я думаю, что он бы изнутри мог рассказать, как это происходит. Но сейчас, конечно, хотела бы сказать вот что. На мой взгляд, на самом деле, та ситуация, с которой мы столкнулись, она, конечно, дала такой новый, интереснейший импульс и новую возможность для управляющего совета, что, мне кажется, даже никто не ожидал, что будет вот такая возможность. Смотрите, что произошло. Ведь при всей открытости системы образования сегодня, с этим уже никто не спорит, потому что, ну, школа сегодня как на ладони, открыта перед всеми полностью. Все-таки мы не так часто сами входили в семью. А что теперь дало дистанционное образование? То, что учитель каждый день фактически входит непосредственно в семью. Он стал не просто, я не знаю, членом семьи, но и папа, и мама, и бабушки, и младшие братья, и сестры теперь в лицо знают своего учителя. Не просто знают, а все родители, ну, здесь тоже есть родители присутствующие, да, но фактически владеют учебным материалом, умеют проходить тестирование. И вообще это такое действительно активное движение вперед. И, безусловно, управляющий совет, он сыграл в этот момент вот такое, знаете, какое-то цементирующее такое вообще действие. Почему? Да потому что при переходном вот этом периоде, конечно, возникало масса вопросов, возникали какие-то нюансы, которые нужно было регламентировать. Хотя, надо сказать честно, московское образование очень быстро перешло. Почему? Потому что вовремя ресурсами обеспечены были, вовремя проучены учителя все были. То есть мы, в принципе, у меня даже итальянские наши друзья, которые оказались несколько в другом положении, они меня даже так и шутя говорят, вы знаете, вы как-то очень к этому, ко всему подготовились. Я им говорю, это мы не к этому готовились, мы просто всегда готовы. И, конечно, управляющий совет, он стал каким-то цементирующим таким звеном, что ли. Почему? Потому что, во-первых, система онлайн, она стала для всех коллеги настолько обычным, да, но сплоченно членов управляющего совета, и не только их профессионализм в разных сферах действия, а самое главное, их желание работать. Понимаете? Вот это первый пункт, хотят ли они себя отдавать. И что получилось сейчас? Когда мы перешли в режим онлайн, получилось, что члены управляющие советы очень легко нашли свою нишу. То есть великие и большие спортсмены наши, победители олимпиад и так далее, они начали проводить в режиме онлайн уроки. Политические деятели включились в активную деятельность про проведение уроков для профильных классов, для, я не знаю, проведения уроков, связанных с лидерством и так далее. Но вы знаете, Людмила Александровна, потому что они все постоянно говорят о вас, вы их, естественно, направляете в нужное русло. И получилось, что каждый нашел себя в этом. И не только стал активно делиться своим опытом жизненным, а вокруг себя сплачивать людей. Даже вот психологи, у нас достаточно много психологов, родителей профессиональных, и они с большим удовольствием стали проводить онлайн занятия с родителями, которые в какой-то определенный момент столкнулись с трудностями такого обучения. Поэтому, конечно же, я хочу сказать, что в Москве создана прежде всего система. Система четкого управления. То есть департамент абсолютно точно знает, что нужно делать с управляющими советами. И вот выборы, которые сейчас проходят в совет, они говорят о чем? Ведь они говорят о том, что очень почетно стало входить в состав общественного совета. Сколько кандидатов, какой конкурс и лучшие из лучших вышли сейчас в финал, да? Безусловно, через некоторое время мы получим сейчас крепкий, действительно настоящий крепкий, не менее крепкий, чем сейчас, совет общественный, который сможет в дальнейшем руководить советами внутри Москвы. И палаты председателей, которые также в режиме реального времени работают с управляющими советами школ. И дальше, межрайонные советы директоров, они это объединили в систему, которую в конечном счете Андрей Николаевич смог обеспечить полностью правовым обеспечением на всех этапах развития совета. И как раз именно этот опыт московских управляющих советов, он и является бесценным как для России, так и за рубежом. И пользуясь случаем, хотел поблагодарить Максима Казарновского, как главного человека московского международного салона образования, потому что год назад он также на международном салоне проводил большую площадку по управляющим советам и воссоединил нас, Москву, с огромным количеством городов в России в сегодняшний момент. Поэтому, конечно, назрел тот момент, когда нужно создавать большой уже российский управляющий совет, как он будет называться, Лига. У вас красивые названия, Олег Алексеевич, как всегда, и с правовой точки зрения, как правильно. Но Москва к этому, конечно, уже готова. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо огромное, Ирина Викторовна. Я как папа и учащийся в совету школы 1409, я, естественно, вник в образовательный процесс, хотя ни разу этого не делал. И сейчас я полноправным стал учителем вместе с нашими преподавателями. Это вы точно заметили. И, поверьте, требования нас, как родителей, более будут, как-то помягче сказать, более, даже слов не могу сейчас подобрать коллеги, но вы понимаете, о чем я говорю, более требовательны, вот, может быть, к этому, к образовательному процессу. И мы понимаем, как трудно и как вообще совместно надо этот образовательный процесс совместно нам организовывать. И вот роль как раз управляющего совета очень важна. Спасибо огромное, Ирина Викторовна, за очень важные и правильные идеи. И мысли для реализации наших совместных проектов. Уважаемые коллеги, у кого-нибудь будут вопросы, реплики небольшие по поводу выступления Ирины Викторовны? Коллеги, онлайн-вопросы у нас есть, уважаемые друзья? Мы видим те вопросы, которые нам присылают или нет? Ну окей, тогда мы хотели бы предложить дальнейшую нашу дискуссию продолжить. И вообще предложить выступить, я не знаю, как таким партнером в образовательном пространстве департамента образования, представителя департамента образования Илья Владимирович Новокрещенов, руководитель управления департамента образования. Оно длинное, я не буду время задать. Илья Владимирович сам скажет свою должность. Оно очень длинное, красивое. И нам бы хотелось, Илья Владимирович, понять вообще взаимодействие, как видит департамент образования, взаимодействие управляющих советов со школой, с родителями, самим департаментом образования. Вот очень важная и интересная позиция, хотелось бы услышать, департамент образования. Спасибо. Спасибо большое, Олег Алексеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, у меня название сложное. Обычно, когда прихожу куда-то, там, в радиоэфир или в телевизион, они все жалуются, говорят, что пока прочитают, уже полэфира пройдет. Управление называется Управление развития кадрового потенциала системы образования. И наше управление, в том числе, занимается такой важной частью наших коллег, не знаю, учащихся членов Управящего совета, которые мы называем председателем-учредителем Управящего совета. И в этом смысле, конечно, для нас, как и для всех, для вас, наверное, Управящий совет – это прежде всего место для выработки интересных решений, которые направлены на развитие любой образовательной организации, прежде всего, в интересах детей. То есть любая образовательная организация, цели и задачи города, они реализуются в интересах наших маленьких жителей, интересах московских семей. И понятно, что в работе любой образовательной организации есть учредитель, который учреждает образовательную организацию, есть его интересы, ну, практически учреждает представительные интересы жителей всего города. И вот эти вот интересы в управляющем совете как раз и, собственно говоря, представляет представитель учредителя, который, как вот справедливо абсолютно заметил Людмила Александровна, включен, вовлечен в работу в том числе и с обращениями граждан, с обращениями наших родителей, принимает участие в этом процессе. И я вообще-то помалкивал в течение выступления наших коллег, не давал каких-то комментариев, может быть, сейчас как раз в процессе своего выступления затрону какие-то вопросы, которые прозвучали в выступлении коллег. Да, департамент образования выставляет некоторый набор показателей эффективности. Они у нас, их всего три. Вот это рейтинг вклада школ в качественное образование московских школьников, это аналитическое наблюдение надежно московской школы и аттестационная справка руководителя. По факту аттестационная справка всей управленческой команды. И по факту можно сказать, что это набор некоторых минимальных требований, которые подъявляются к абсолютно каждой образовательной организации. Это то, что должно быть обеспечено в любом случае. Обеспечение вот этих, выполнение всех этих показателей практически означает некоторую гарантию качества московского образования. Поэтому, конечно, некоторым нашим коллегам, в том числе в регионах, иногда эти требования могут казаться достаточно непростыми. Но все-таки в городе обеспечены равный доступ к ресурсам, формульные их распределения. И, собственно говоря, система довольно открыта, и всегда можно это все отсмотреть, как это реализуется. Но понятно, что набор минимальных требований в интересах жителей города не может быть набором примитивных требований. Вот, все-таки, конечно, это должно быть достаточно, еще раз повторю, такая гарантия качества московского образования, которое должно обеспечить каждую образовательную организацию. И в этом смысле, конечно, за достижение этих результатов отвечает прежде всего администрация школы. Поэтому, конечно, управящий совет, его члены не могут и не должны подменять администрацию школы в своей работе. Но вот обсуждать вместе с командой школы, педагогической, управленческой, важные вопросы, которые касаются всех участников образовательного процесса, предлагать какие-то свои интересные решения, иногда подстраховывать свои позиции, обсуждать риски, естественно, это то, к чему управящий совет, члены управящегося, это, конечно, призвано. А для управленческой команды школы, наверное, возможно взаимодействие с управящим советом, это, прежде всего, некоторая площадка, на которой директор школы, его заместители могут рассказать родителям, старшеклассникам, партнерам школы о целях и задачах системы образования, о том, как эти задачи будут реализовываться в конкретной образовательной организации. Отвечать, конечно, на вопросы, которые возникают в связи с этим у наших коллег, для того, чтобы действительно заполнять информационный фон проверенной достоверной информацией, касающейся конкретно каждой семьи. Что хорошо, что наши школы пошли действительно по пути, когда представителям управящих советов раз за разом избираются люди достаточно уважаемые, авторитетные, и не просто авторитетные люди в обществе, но еще и неравнодушные к системе образования, например, Артемий Владимирович. Вспоминая свое недавнее директорское прошлое, мне все тут, когда я в департамент перешел, говорили, что, ну, быстро забудешь, но пока не очень еще забыл, я могу вспомнить, там, Ярослав Иванович Кузьминов, который очень всегда живо интересовался тем, что происходит в школе, и действительно очень помогал сюда развиваться в нашей школе. Очень важно, чтобы родители, которые входят в правящий советы, они понимали, что они выражают интересы не только своего ребенка, а интересы всех детей, потому что им как раз делегировали это право те родители, которых избирали в правящий совет. Ну, вот могу антипример привести в самом начале, когда мы только формировали наш правящий совет, например, у нас была такая практика совершать такой общественный обход помещения для того, чтобы понять, показать, в каком состоянии находится школа, что требует текущего ремонта и так далее. Обсуждали это в самом начале с представителями родительской общественности. Моему удивлению и огорчению, честно признаюсь, не было предела, когда вдруг выяснилось, что родители вот в то здание, в котором учатся его ребенок, с удовольствием сходили, внимательно все посмотрели и проверили, а в другие здания, куда их ребенок не ходит, поленились сходить или начали, например, перетягивать возможные решения в сторону тех зданий, тех педагогов, которые работают с их детьми. И это, конечно, недопустимо. Есть и хорошие примеры, слава богу, и с каждым годом все больше. У нас правящий совет становится более опытным. И недавно, вот 6 февраля, у нас прошел городской семинар управительской навигации, он доступен в архиве на Московском образовательном телеканале. Как раз он был посвящен работе правящих советов. Понятно, что, наверное, на этом семинаре мы не... Нельзя сказать, что целиком рассмотрели все аспекты работы правящих советов, но, по крайней мере, там были представлены интересные опыт действующих правящих советов. Например, я, например, очень запомнил опыт правящих советов школ 20-30, где представитель правящих советов как раз является Евгений Меньшевич Каганов. И действительно, это правящий совет, который стал реально площадкой для выработки интересных решений для ребят, интересных точек роста, развития школы. Так что я всех приглашаю ознакомиться с этими материалами. И, относясь к той идее, о которой говорил Артемий Владимирович, про создание лиги управящих советов, об этом сегодня все практически так или иначе говорили, конечно, я предлагаю выйти... Идея неплохая, по-моему. Предлагаю выйти на общественный совет департамента образования, после того, как он будет сформирован, обсуждать там с коллегами создание такой лиги. И, наверное, действительно, вот Елена Александровна с своими коллегами проводила мероприятия как раз для представителей управящих советов, для их членов. И эти мероприятия действительно стали достаточно большим откровением для многих членов управящих советов. Они действительно смогли посмотреть, а что город, говоря, вообще делает в отношении управящих советов, каким интересным инициативам привлекаются члены управящих советов, какие есть возможности у каждой московской школы. Иногда, я тут с Владимиром Александровичем соглашусь, не во всех, к сожалению, еще пока школах члены управящих советов знают вообще о тех возможностях, которые город предоставляет. Поэтому еще раз подчеркну, что очень важно, чтобы управящий совет стал вот такой площадкой, где администрация школы, управорическая команда встречается со всеми теми людьми, которые делегированы в состав управящих советов и обсуждает с ними все то важное, что в городе происходит. Это очень важная тема. Ну и, конечно, еще раз повторю, что управящий совет, наверное, это некоторый генератор идей, инициатив, которые, скажем так, могут быть реализованы сверх рекомендаций департамента. Если мы считаем, что рекомендации департамента это такая вот минимально важная, значимая, но не примитивная гарантия качества московского образования, и сегодня в условиях нашего онлайна, конечно, вынужденного такого онлайна, конечно, важнейший вопрос, который нужно обстроить на управящих советах, поэтому убежден. Это вопрос, который мы обсуждаем, собственно, и на наших городских семинарах управящихся навигаций по четверкам. Это вопрос, что мы сегодня из дистанционной школы возьмем завтра, точную школу, которая, конечно, застоится, которая, конечно, никуда не уйдет, которая, конечно, важнейшие элементы и обучения, и воспитания, и социализации наших ребят. Вот что, какие инструменты, какие механизмы, которые показали свою эффективность сегодня, мы готовы взять в завтрашний день. Ну, кроме совсем простых, как-то проведения заседаний онлайн, заседаний управляющих советов и так далее. Что еще может быть? Я думаю, что здесь управляющий совет как раз мог бы тоже высказать свою позицию, позицию родителей, например, вот с точки зрения родителей, сидящего с ребенком дома, какие решения были особенно удачными, что стоит действительно продолжить. Это очень важная тема. Ну, и в завершение скажу, что, конечно, не знаю, там показывали ли мою презентацию все это время, если не показывали, то прошу ее вынести. Там целый один слайд, вот, картинка и несколько важных, на мой взгляд, каких-то замечаний. Вот только потому, что в этот момент происходит процедура выборов как раз представителей правящих советов. А у нас Иосиф Павлович обычно воздерживается от голосования по собственным. Вот. Ну, и, конечно, еще раз повторю, что правящий совет, его задача – это консолидация всех участников образовательных профессоров вокруг интересов детей, вокруг развития качества московского образования. Спасибо большое. Ялович, спасибо вам огромное. К нам приходит очень много интересных пожеланий. И вот одно из пожеланий о встрече представителя департамента образования, учредителя в школе, как представителями самого правящего совета. Я бы хотел предложить такой диалог в онлайне как раз после праздников. Да, я думаю, это возможно такое. У нас вот отключился Олег Алексеевич. Да, возможно, конечно. У нас все представители учредителя, все поименованы на каждом сайте образовательной организации. Вот. Про них про всех все известно, в том числе их адрес электронной почты. И поэтому, конечно, если есть такая потребность, необходимость задать вопросы кому-то из представителей учредителя, я думаю, что любой члену правящего совета, не обязательно члену правящего совета, а любой родитель может такой возможности воспользоваться и вступить в такой диалог. Я не говорю о том, что представители учителя обязаны принять участие в каждом составе правящего совета. Вот. И там тоже он может отвечать на все вопросы, которые возникают. Так что, коллеги, пользуйтесь возможностью вот этой. И если есть какие-то, кстати, вопросы, которые возникают у участников обязательного процесса к школе, есть какие-то предложения, можно, в принципе, не дожидаться очередного заседания управящего совета и совершенно спокойно эти пожелания адресовать и администрации школы, и правящего команды, и, конечно, посетить учредителя в правящем совете. Если возникают какие-то вопросы, и ответы на них по какой-то причине не устраивают наших родителей, то то же самое всегда можно обратиться к посетению учредителя. Для этого есть технологическая возможность, она предусмотрена нашими типовыми сайтами образовательных организаций. Вот. Но мы сегодня, Александр, договорились, что мы еще соберемся обязательно все вместе и будем дальше взаимодействовать и как раз думать о том, как нам сделать работу наших управящих советов, наших родителей в управящем совете более продуктивной. Мне кажется, что родителям нужно правильно объяснить, что такое представитель учредителя в школе. Потому что, задавая вопрос, и когда они пишут письма далеко-далеко большим людям, они должны понимать, что такой большой человек – представитель образовательной организации. И именно он может ответить на все эти замечательные вопросы, которые они задают. Совершенно верно. Абсолютно с вами согласен. Это важно, чтобы информация об этом была обязательно доведена до родителей. Поэтому просьба большая ко всем членам правящего совета, которые нас сейчас слышат, слушают или потом послушают. Тоже такую информацию довести, конечно. Он ближе гораздо и гораздо быстрее ответит. Тем более, что у нас представители учредителя в основном, 99 процентов – это, во-первых, наши сотрудники центральных городских учреждений работают в системе департамента образования. Ну, это несколько, буквально 2-3 человека. Кто-то из коллег вышел на общегородской уровень из школы. Например, в основном учреждении, но, как правило, мы стараемся назнать в теме департамента человека в свою же школу представительному учредителю. Потому что он ее знает, он ее понимает, может быть, лучше, чем кто бы то ни было. Так что это, мне кажется, как раз в копилку того, что представитель может быть гораздо более эффективным и решать вопросы, которые возникают у наших родителей. Если можно было бы попросить продолжить эту тему с представителем учредителей, хотелось бы поддержать предыдущих спикеров. То ли нашей школе так сильно везет, но в любом случае нам получается, имея консолидированное мнение договариваться с представителем учредителя, решать огромное количество вопросов, в том числе, естественно, и тех вопросов, которые поступают от родителей. И продолжая тему относительно того, что больше вовлекать представителей учредителей, я не знаю, насколько это реально, но во многих школах работают общественные приемы управляющих советов в регулярном режиме. Естественно, там есть дежурство представителей управляющих советов. Может быть, рекомендовать и представителям учредителей, конечно же, не каждую неделю, но, например, раз в месяц установить такое дежурство. Да, у нас у всех коллег, которые работают с представителем учредителя, есть время специально отведенное в их рабочем графике для того, чтобы они как раз занимались вопросами школы. Они хорошо знают администрацию справку. У нас было большое такое массовое назначение, переназначение представителей учредителей в конце прошлого года, календарного. На сегодняшний день, по-моему, сегодня, вчера был последний день, 28 число, когда практически все представители учредителя завершили свое обучение, как представители учредителя, прошли итоговое тестирование. Сейчас, можно сказать, точно совершенно, что люди уже квалифицированы, то есть они понимают, зачем они там, что они там должны делать в управящем совете, как они могут помочь школе, как они могут помочь интересам города, интересам жителей города, интересам детей реализовывать в управящем совете. Так что согласен абсолютно с вами, что идея здрава и хороша. Еще раз напомню, что контакты, все эти учреждения есть на каждом сайте обязательной организации, и в принципе можно обращаться совершенно спокойно. Илья Владимирович, можно вопрос задать? Слышно меня? Да, да. Слышно? Да, да, слышно. Управляющий свет, который прошел аккредитацию, Московская школа, надежная школа давалась тысяча баллов. На сегодняшний день это стимуляции, мотивации нет. Скажите, пожалуйста, будет ли Департамент образования в этом учебном году, либо в следующем рассматривать вопрос стимуляции за прохождение аккредитации Управляющего совета школы? И вообще я знаю, что несколько лет назад, даже ранее, все-таки рассматривался вопрос о включении в рейтинг образовательной организации возможность эффективной работы государственно-общественного управления. Это вопрос как раз об общественном рейтинге, то, что сегодня я говорю. Спасибо. Ну, я со второго, наверное, начну. Все-таки у нас рейтинг вклада школ в качественное образование, он прежде всего, не прежде всего, он всегда аккумулирует результаты ребят. Вот, никаких других там результатов нет, там нет у нас количества кандидатов в науку, которые в школе работают, то есть это результаты детей. В этом смысле проследить, как конкретно измеряемая, нефальсифицируемая работа Управляющего совета влияет на повышение инвестиции аккредитации ребенка. Ну, если предложите такую формулу, давайте будем ее обсуждать. Я пока вот слету, честно скажу, не вижу, хотя понимаю, конечно, что Управитель Совета вносит большой вклад в развитие школы, ну, хороший Управитель Совета, конечно, вносит. Вот, как формуле, еще раз повторюсь, нефальсифицируемая его оценить, это очень серьезный вопрос. Вот, поэтому давайте поговорим об этом, давайте обсуждать, если будут какие-то предложения, с удовольствием. А по первому вопросу, да, Владимир Владимирович. Да, по аналитическому длину надежную московскую школу, но вы знаете, что у нас инструменты департамента, они достаточно гибкие, в том смысле, что они постоянно улучшаются, совершенствуются. Вот, у нас был действительно период, когда стояла задача формирования таких вот действующих, активных, конструктивных Управитель Советов, и в целом задача по СССР, она была решена. Я правильно понимаю, я тогда еще департамент с ней работал, но я себя правильно понимаю, именно с этим связано, то, что в аналитическом наблюдении эта позиция ушла просто потому, что задача была в целом выполнена. Давайте вернемся к этому разговору, если вы считаете, что есть какие-то основания, считать, что эта задача не была реализована в полной мере и нужно как-то простимулировать, давайте обсудим ваши предложения. Я не вижу в этом ничего, предусудить не надо. Да, уважаемые коллеги, хотел еще к Ирине Викторовне вопросик. Ирина Викторовна, можно вопрос вам от наших слушателей, которые написали нам. Какую роль играет Управляющий Совет в МРСД? Разных Советов МРСД актуально? Дмитрий Алексеевич, можно еще раз? Вас очень хорошо слышно. А, окей. Какую роль играет Управляющий Совет в МРСД? В МРСД, Ирина Викторовна, в МРСД. Развитие межрайонных МРСД еще актуально? Вот такой вопрос. Короче, вопрос, спасибо огромное. Потому что нужно понимать, что помимо Советов, которые работают непосредственно в школе, во многих МРСД созданы общие Советы, вы тоже о них очень хорошо знаете, которые дают возможность уже непосредственно в конкретном межрайонном Совете директоров не только обмениваться опытом, а решать очень много вопросов, связанных непосредственно с районом. Это и с распределением детей, и со строительством новых школ, со строительством новых детских садов. И решаются проблемы безопасности в районе непосредственно, а не только на территории своей школы, в том числе и дорожной безопасности. На мой взгляд, очень важно, что внутри округа или внутри межрайона создается такая общая единая площадка, которая в конечном счете влияет на развитие не только самой образовательной организации, а уже и на развитие города в целом. Даже когда мы работаем над непосредственно созданием инфраструктуры того или иного микрорайона, мы, конечно, обсуждаем это не только с родителями, активными родителями своей школы, а уже большого МРСД. Это очень важный, очень хороший вопрос, и я думаю, за этим будущее. Спасибо, Викторовна. Андрей Ауферов, к тебе вопрос. Когда будет сформирована Цифровая Федерация, Андрей? Значит, работа над Цифровой Федерацией Управляющих Советов идет. Хотелось бы ее представить на Московском форуме «Город образования» традиционно перед началом учебного года, также, я думаю, на панельной дискуссии по управляющим советам. Вопросы сейчас стали технического характера и юридического, поэтому сама концепция в любом случае будет скоро анонсирована. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Уважаемые коллеги, еще какие есть у нас вопросы? Мы так соскучились по друг другу. Все-таки онлайн – это оффлайн лучшее все-таки. Общение непосредственно с нашими партнерами, с нашими друзьями, вообще без присутствия непосредственно в школе. Я реально по школе уже соскучился и готов уже завтра выходить. Но видите, как у нас сейчас опять каникулы продлеваются, и мы, естественно, все сидим дома, и онлайн как раз нас и поддерживает. Я предлагаю вот такие встречи в дальнейшем организовывать не просто вот в рамках салона, а вот я, Владимир Владимирович, я вам задавал вопрос, предложение от наших слушателей, что мы готовы провести онлайн-встречу как раз с представителями учредителя в управляющем совете. Это был бы очень интересный диалог и разговор. И такие вот встречи могли бы дать нам дальнейшее, во-первых, обмен опытом, как гостеприимный управляющий совет. В онлайн-движении в нашем сегодняшнем он очень актуальный. Хотелось бы продолжить эту историю развития нашего очень важного для всех нас, и в том числе для образования, и не только Москвы, но и, естественно, всей нашей страны. Проекта, который очень помогает нашему образованию развиваться в дальнейшем и двигаться, двигаться только вперед. У кого какие вопросы еще есть, уважаемые коллеги? Рад был видеть. Особенно хотел бы сказать спасибо, конечно, образовательному салону Максиму, Оксане Гончаровой, которые сделали такой проект реально крутой. И я думаю, что мы переймем этот опыт тоже у Оксаны Гончаровой и у Максима, чтобы мы в образовательном, в нашей среде московской двигали и развивались в правильном, современном формате, уважаемые коллеги. Спасибо огромное. Рад был всех видеть, слышать. Это было супер. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И я бы предложил проголосовать реально в управляющем совете все-таки, как правильно выстроить или Лигу, или Федерацию. От названия ничего не зависит. Но, с одной стороны, как вы лодку не зовете, так она и поплывет все-таки. Я хотел бы на обсуждение выдать этот вопрос и проголосовать, может быть, как-то подискутировать, как правильно назвать наш общий корабль, по которому мы дальше двигаемся, плывем. И пассажиром может быть любой человек, активный гражданин, которому не безразлично наше образовательное пространство. Принимается Андрей? Андрей? Офер, слышите меня? Олег, вы можете на заседание нашего сегодня словнообразования вопросов по Федерации? Или что? Ну, я хотел просто... Да, я хотел бы понять именно, чтобы не только мы дали возможность как бы определиться с названием, но и общественность нашу, которая с нами вместе делает общее дело, их точку зрения тоже услышать по названию. Это очень важно, мне кажется, с точки зрения наших коллег, которые в управляющих советах нашего города. То есть ты предлагаешь провести городское онлайн-голосование по данному вопросу? Почему нет? Почему нет? Я вам сейчас скажу, с Артемием Владимировичем мы этот вопрос обсуждали по лиге или там ассоциации и так далее. Вот. У меня идея родилась именно как цифровая федерация управляющих советов. Конечно, опыт работы у Артеми у меня по регионам есть, у него, естественно, больше, но заинтересованность работы управляющих советов, безусловно, к нам обращаются. И то, что цифровизация должна быть названием, это однозначно. Я вам изначально сказал... Это однозначно, да. Я согласен. То, что федерации, так мы объявили, что все-таки это по России, наверное... По России, да. Всю страну, но почему же мелочится, то все-таки цифровизация не ограничивается только Москвой. Вот. Ну и управляющих советов. Поэтому, коллеги, мы будем развивать... Уважаемые друзья, вы видите очень красивый слайд. Это наша команда. Команда управляющих советов нашего города с участием родителей, администрации, департамента образования. Мы единая команда, направленная на то, чтобы наши дети были намного умнее нас, более реализовали свои возможности, которые мы даем им определиться. Это очень важно. И как раз вот этот вот командный дух, командная цифровизация в федерации... ...которое мы продолжаем, и любой человек может вступить в эту организацию в цифровую. Там нет никаких должностей, никаких... Это просто должен быть активный гражданин. Это очень важно. Я вам хочу подчеркнуть. Именно гражданская позиция активная способствует вот именно командному нашему духу. Уважаемые друзья, я призываю этот командный дух наш, который у нас сформировался, двигать дальше и в наши ряды как можно больше очень интересных, важных людей, которые дают как раз новый посыл нашему образовательному пространству, не только нашего города любимого, но и всей России, всей нашей стране. Спасибо огромное за интересную дискуссию. Всем очень скучаем. Я надеюсь, наш салон московский, который будет в августе месяце, в начале сентября, он будет все-таки не оффлайн, а онлайн. Или я уже путаю эти слова, честно говоря, они уже синонимы стали какими-то. Но хотелось бы увидеть вас, поздороваться, обнять вас и пожелать вам всего самого главного здоровья в наше время, чтобы окружающие вас люди, не только, а всего мира, были вокруг вас все здоровые и жизнерадостные. И дальше мы делали очень важное совместное дело. Спасибо огромное еще раз ММСО и нам всем и удачного, доброго дня и участия во всех наших событиях совместных. Спасибо вам огромное, друзья. Буквально по реплике у меня просьба большая сказать вам добрые пожелания нашим слушателям. Это будет очень приятно ему слышать. Лена Александровна, пожалуйста, Вай. Лена Александровна, вы нас слышите? Ирина Викторовна, пожалуйста, скажите, пожалуйста, добрые слова нашим. Конечно, хотела бы поблагодарить прежде всего и родителей, и учителей за действительно сплоченную работу. На самом деле, с одной единственной целью, чтобы наши дети получали прекрасное образование и были счастливы. Ну а ребятам сказать, что мы все ждем с нецепением, что нам сегодня всем стало понятно, что в школе просто невозможно. Все снова вернутся в свой дом. Спасибо, уважаемые друзья. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо всем. Спасибо. Друзья, еще раз спасибо огромное всем. Было очень приятно вас слышать, видеть...